И всем привет, ребят! С Мастер Вайк и сюда записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства на пушку Молот, которое появилось у нас к Хэллоуинскому ивенту. Сегодня попытаемся как можно быстрее выбить это замечательное устройство. Заодно посмотрим, насколько большой шанс его выбить с новых наших замечательных ультраконтейнеров. Ну и также протестируем это уже устройство в бою. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн касталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игровой аккаунта Q107 личный такток темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и за платформу, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного устройства, то пытаемся его как можно скорее быстро выбить. Открываем наши замечательные контейнеры. Ну и смотрим, что из этого всего дела. Ух ты, ничего себе. Сразу викинга мне дают, демоника. С первой же пятнашки дают мне викинг-демоник. Неплохо. Со второй пятнашки ничего не дают. С третьей пятнашечки тоже ничего не дают. В принципе у меня контейнеров будет нормальное количество. Если даже с этих мне не упадет, то со следующих контейнеров мы обязательно уже его дополучим. Какие-то устройства у меня еще на мега-донате оказывается не были получены. Вот это прикол. Я даже не знал, если честно, этого. Так, ну и пока не падает. Пока не падает то, что мне надо. Открыл я 200 кантов, которые у меня были. Так, ну и давайте приобретем какие-то, что тут, где тут есть, что-то приобрести. Такое есть. Вот такое есть. Немножко непривычно, если честно, видеть все вот это дело. Так, лимитированные какие-то есть еще. Надо, а что есть еще какой-нибудь? Такой спецпачок. Ладно, вроде как нету. Но по идее нам этого количества уже точно должно хватать, чтобы выбить нужное замечательное устройство. И вот оно с первой пятнашки сразу же падает. Отлично, великолепно. Значит, самое нужное, то, что у нас было, это упало, получается, с 200 контейнеров. Да, два красных свечения с 200 контейнеров. Кто открывает еще контейнеры до сих пор, вы теперь знаете, что для того, чтобы получить это замечательное устройство, мне понадобилось открыть 200 контейнеров. Так, ну и что? Викинга молот у нас есть. В принципе, наверное, ничего другого мы здесь одевать не будем. Спасатель у меня есть, бустер есть. Ну и отправляемся в бой. Посмотрим, как работает это замечательное устройство. Посмотрим на его преимущество и посмотрим, может ли оно вообще что-то в матчмейкинге, да? Имба это или не имба? По идее, на молот у нас в последнее время занерфили все устройства. И это устройство должно быть имбой. Вот чтобы прям был какой-то смысл в добавлении такого устройства. Это устройство должно быть прям лютой имбой. Является ли оно имбой? Ну, сколько здесь снарядов в нем? Это тут какой-то большая обойма, я так понимаю. Стреляет довольно быстро и 6 выстрелов в обойме. Перезарядка такая средненькая, но на средней дистанции неплохой дэмэдж. На средней дистанции довольно неплохой дэмэдж. Вроде как 6 выстрелов, если я считать умею. Вроде как 6 выстрелов у этого замечательного устройства. Ну и в целом, наверное... Наверное, неплохо. Посмотрим. На маленькой дистанции точно урончик залетает хороший. На большой дистанции особо здоровенного урона я не видел. Так, там получаются спецэффекты у... Как он называется? У кризиса теперь новые, да? По-другому теперь анимация выглядит. Так, я тут не могу понять. Я все время жму на ддшку первую, у меня нажимается броня. Но баллон довольно большой. Баллон дает возможность спокойной реализации своей пушки. Бра, мне еще эти уроны показываются. С этой стороны. Проносятся. 3, 4, 5, 6. 6 выстрелов. 6 выстрелов. 6 выстрелов у нас с этим устройством. Ну, наверное, неплохо. Наверное, в целом неплохо. Джиггернау там не дают на ход ножки. Чтобы они... Ну, сразу идем на максимально жесткий пуш. Показываем, как сливаются джиггернауты в нашей игре, ребятчики. Примерно так это делается. Примерно так врывают в джаггера. Так вот. Забирают джиггернаута. Ну как забирают? Он на 0 хп остался, никто его не добил. Но я ему максимальный свой дэмэдж выкинул. Так, у меня есть овердрайв. Попробуем сейчас реализовать оверку. Франк какой-то противный. Попытаться по мне, по ходу дела, накидывать. Я сейчас попробую заехать в спину джаггеру. Вражескому. Чтобы он меня заметил. Чтобы он заметил, мне надо ехать вот сюда. Так, накидочка неплохая. Так, ага, джаггер смотрит на меня. Я понял. Я понял. Ну, со средней дистанции максимальный урон залетает. Выше средней уже максимального урона нету. И ситуация с этим устройством уже не выглядит столь жестко, четко и круто. Так, ну урончика. Урончика много можно накидывать с этого устройства. Довольно много. Не сказать, конечно, что это прям супер какая-то лютейшая имба. Но в целом по урону работочку можно оформлять неплохую. Давайте попробуем с овердрайва посмотреть. Ух, с овердрайва раскручивается жестко. С овердрайва-то жестко раскручивается. Скорость очень хорошенькая под овердрайвом. Под оудишечкой-то может и навалить контентика плотненького. Под оудишечкой пойдет. Пойдет под оудишечкой. Под оудиком очень неплохая развалочка начинается. В целом скорость приятненькая. Ну и шесть выстрелов. Да, перезарядочку бы чуть побыстрее бы, нет? Чуть-чуть бы побыстрее перезарядку такому устройству. И оно бы смотрелось бы еще куда более интересно. И куда более жестко. Мам, только я не могу понять одного, почему я жму на ДДшку первым припасом. У меня прожимается броня. Это что за прикол? Как это работает? Я что-то такого не наблюдал ранее. Я жму четко на ДД. Ага, шафт лечит. Знаешь, шафт лечит больше, чем мой молот бьет уроном. Нормальный баланс, нормальный баланс. Четко. Пушка дамажит меньше, чем лечение шафта. Нормально, да? Ну вот, я опять на ДД нажал. У меня броня прожалась. Что за прикол? Ребятчики, расскажите мне, пожалуйста, как это работает. Я, может, что-то не понимаю. Но я нажимаю, короче, ДД. У меня прожимается броня почему-то. Вот, я сейчас четко буду жать на тройку. Вот, видите, тройка, да? Вот, тройка. Вот, я сейчас жму. Три. А, нет, ДДшка нажалась. Значит, это странно. Блин, мне самого уже глючит. Я сам случайно жму броню, а думаю, что ДД. Но как-то максимально непонятно. Так, у нас с нами тоже какой-то боец тестирует новое устройство. Английский утубер, по ходу дела. Два утубера в одной катке. Жестко. Жестко, конечно. Так, ну и счет у нас 3-3. Попробуем, давайте, слить еще одного. Jaguar Mountain. Jaguar Mountain. Как-то реализовать нашу замечательную комбинацию. 5% оверки у меня есть. Так, барабашка. Башки. Раскачечки. Кидочку не получается дать. Криты. Криты тоже довольно приятные. Довольно часто вылетают. Криты. В целом, выглядит неплохо. Когда столько критов есть у нас. А, так он играет на джаггере, ясно понял. Я думаю, он на молоте. Такой счет хороший держит, а он на джаггернауте стоит у себя на респе. Это гениально. Это гениально. Так, ладно, пробуем. Не успел здесь добить. Чуть-чуть мне не хватило. Так, ну 15 килов у меня за пол боя. То есть, условно, какую-то 30-ку это устройство выжить может. Ну, что я могу сказать? Ну, хорошее устройство. Приятное устройство. Приятное устройство. Вопрос лишь только в том, что... Не сказать, что молот в балансе. Не сказать, что молот сам по себе в балансе. На сегодняшний день. Я бы не сказал, что эта пушка прям находится в таком хорошем контентовом балансе. Если бы она находилась еще в контентовом балансе. Ну, может быть... Сейчас бы ситуация была бы еще более приятная и более жесткая. Но такие вот удишечки, например, можно пощупать. 3 килла. Раскруточка 4 килла. 4 киллочка на ход ноги. 5 килл. Еще на лопочка. 6 килл. Не, ну, под овердрайвом раскручивается очень неплохо. Очень неплохо. Ну, и вот эти 6 выстрелов тоже. Если стоять чисто на накидку урона и не умирать, то устройство, конечно, может выдавать очень большое количество урона. Ну, и даже я бы сказал бы, что это имба. Я бы даже сказал, что это имба. Даже сказал бы, что это имбища. Которая может показывать контентик. Так, 6-3 мы ведем. Фиггернаут у нас сейчас здесь какие-то 15 киллов, да, если я не ошибаюсь? Нейкинги. Ба, ну криты очень частые. Криты очень частые. Так, овердрайв падает дроповый. Коверку забрать. Не забы забрать ОУДишку. Так, ну, теперь... Пытаемся зареспить вражеского джаггера. Блин, но они... Что это за противники, которые упарываются в меня? Это вообще какой-то прикол. Чтобы противники в матчмейкинге упаривались в игроков, а не в джаггера? Это как будто бы что-то вообще... Что-то на грани фантастики. Для меня лично. Патечки что-то какая-то вообще никакая. Вулкан опять меня. Парывается, блин. Тут как будто бы резист от вулкана бы. Очень неплохо бы сработал. Очень неплохо бы сработал бы. Если б... Он у меня тут был. Можно было бы, конечно, одеть, но ладно. Чтобы уже... Лень переодеваться. Ну, перезарядка нормальная в целом. В целом неплохо. В целом неплохо. Устройство свою тридцатку смело выжимает. Ну, а если сильно постараться, то... По ощущениям можно выжить даже и... 40-45 пилов. Играть, например, какой-нибудь ТДМ. В целом это вполне себе реальная цифра. Так, попробуем сейчас в спину заехать джаггеру. Не знаю, получится. Нет. Это вулканы. Играется с... Джаггеру в спину. И спинджаггера. Расстояния мне хватает. Отстеночки. Хотел доработать. Еще по одному противнику. Ну, а так нормально. Нормально. Под овердрайвом на викинге раскручивается очень неплохо устройство. 30 киллов. Есть. Ну, и 6 выстрелов в обойме с хорошим количеством критов. В целом выглядит неплохо. Интересно. Сказать, что это лютая имба. Наверное, если хорошо, жестко реализовать, может и будет. Это прям хорошее имбище. А так молот. Молот все-таки не сказать, что на сегодняшний день находится в лучшем балансе. Устройство имбовое, но сама пушка на сегодняшний день, в моем понимании, не является супер имбой. Да? А так устройство, да. Устройство приятное. Устройство имеет смысл для тех, кто любит пушку молот. Я думаю, что поиграв на нем, вы получите явно удовольствие. Ладно, каточку эту до конца я уже катать не буду. В целом, все устройство мы прообозревали. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Как оно вам. Поддержите данный видос лайком. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok